всем привет друзья с вами ему и сегодня будет очень крутой очень полезный ролик для вас но на самом деле мой пукан реально горит и сейчас вы поймете о чем речь я для вас часто старался эти пики подбирать чтобы они вам помогли потому что не у всех есть тима те кто понтуется там да я в соло катаю так далее ребят вы реально красавы но на самом деле ролик делается в основном но не для вас не таких жестких типов которые в соло проходят просто все испытания и потом еще в тройку сильнейшей европы заходит но это я с рофлом конечно небольшим потому что в основном много ребят которые не шарит особо играет по фану но хотят рубануть награду и мы это с вами всегда делали мы рубили 10 бигов но бигов теперь нету их не будет и а что же дадут в ответ спросите все вы у меня для вас есть ответ и сейчас я вам расскажу но для начала мы заценим эти карты потому что с этих карт у меня реально горит просто горит и обязательно ребята давайте сейчас обязательно ребят закидывайте лайк осик и мне будет очень приятно не заставите меня злиться но и по-любому подрубайте кота мула спасибо большое всем за поддержку я для вас мучу отдельную рубрику там конкурсы и так далее так что давайте мы сейчас не будем тянуть начнем сразу с того что у нас гем и гем и старенькая карта но блин три новые карты это просто пипец и давайте мы сразу разберем не особо будем затягивать самые основные пике подскажем но если у вас не будет подходящего может быть перса нету или так далее не особо играйте выберите то что вам по вкусу и может быть какие-то варианты я вам сейчас подскажу давайте начнем именно с этой карты потому что карта тоже очень крутая но с чего начать если у вас есть хорошие пайпер то по-любому мид берите пайпер если давайте пойдем сразу в бой посмотрим что у нас там боты делают если ну за пайпер вы не особо уверенно есть еще вариант по джину либо же еще один вариант по пока но если будет против вас а кстати еще хороший вариант есть by если вы очень круто катайте на бе хотя на бе особо много ума сейчас не нужно катать она попадает очень жестко потому что у нее радиус выстрела он довольно таки плотный и даже если вы не особо попали вот рядом с барли пролетел он все равно цепанет поэтому можно еще заюзать by но если будет хорошая пайпер то она всегда перебьет by так что запомните этот нюанс по поводу пенни это тоже хороший вариант но пенни если брать то только на фланг еще у нас есть по флангу варианты очень много вариантов по флангу может быть джеки может быть биби может быть все вместе в комбинации еще и сэнди тут уже решать вам на ком хорошо катать еще у нас есть брок в общем давайте так вы либо можете взять полностью дальний фланг но хотя можете оставить например джеки допустим смотрите вы хотите дальничка взять например у вас есть пайпер вы просто берете раскрываете все стороны потом у вас например есть брок и все вы начинаете играть уже в баунти и не дай бог там будут бравлеры которые не особо подходят для дальних боев но возможно им будет очень тяжело так что вы можете на другую сторону взять джеки которая будет немного сдерживать она может быть вам поможет кстати у меня ребят немного лагает не знаю почему может под вечер все сидят но но я очень спешу записать этот ролик потому что блин эти карта не просто желают нам лучше и в целом давайте закрепим еще раз если вы не поняли по центру решайте сами либо это пайпер либо это бит либо это джин вы можете по сторонам взять розу можете взять биби можете взять джеки можете взять дальников раскрыть карту и тогда будет вам счастье но учтите что если вы раскрываете карту но попадаете так себе то возможно вас могут поджать тем более постоянно гоняет вагонетка и она может напрягать но если у них там будет какой-то метатель раскройте карту уничтожить и полностью так что юзайте этот пик и погнали дальше это у нас пенальти и вот после пенальти сейчас мы разберем сначала пенальти потом начинается лютая дичь пенальти 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 вот пенальти заходим сюда очень прикольная карта здесь есть много вариантов но я бы наверное выбрал бы довольно таки плотный вариант это по-любому джин на мид по-любому с хилочкой если есть можете скинчик взять чтобы напугать своих врагов после этого у нас один а один составляющий это по-любому джеки я бы предложил еще третий вариант это либо спайк но если на спайке вы так себе попадаете возьмите сэнди вот эти три бравлера они здесь могут уничтожить и без разницы кто против вас будет будет какой-нибудь бар лимитатель вот только накопите на ульту раскройте эту карту и все потом начнется жесть всегда затягивайте под джеки рядом с ним бегать и точнее с ней чтобы подхилить ее также можете забежать под сэнди затянуть под сэнди сэнди закинет ульту и дальше будете уже продавливать и поджимать и даже если против вас будет много танков будет там но вот сейчас допустим тоже два танка держитесь просто вместе как только вы кого-то затянете и вместе накидаете ему ну какой бы он не был там живучий так далее да даже пусть это бык будет затяните к себе потом оттолкните обратно и вот так вот можно раскидать любых так что это самый надежный пик я принципе по вариантам допустим если у вас нету например сэнди да это легендарный бравлер может быть у кого-то с этим проблемы могут быть в команде хотя я конечно в этом сомневаюсь у вас еще есть варианты вы можете окей сыграть через дальняка вы можете взять барли барли будет поджимать будет напрягать еще есть вариант с нитой но это не столь прям топовые в которых я уверен как вот именно этот пик так что обязательно юзайте его и погнали к самой же скоте на самом деле там и даже я в чем-то сомневаюсь но сейчас мы с вами это увидим и это ребята просто поглядите вот сюда сейчас мы это найдем нет это не штормовое кольцо это не сокровище неписки не пить стоп это перекрестки ребята это новая карта просто посмотрите на ее она чем-то напоминает сейф который был с мостом но блин а принципе принципе я могу на изи сказать что здесь если вы уверены в себе если вы умеете круто мансить здесь можно пойти три танка потому что здесь есть тенки там где можно прятаться и можно все-таки навалить из вариантов это биби это бык и это дэрил если вы уверены себе давайте я вам покажу окей даже прям небольшой разбор сделаем можете взять еще гейл и в команду залетать но гейл блин он по дамагу неплохой но не самый лучший потому что если будет размен он не поможет вам вы два на три конечно проиграть и я вам сейчас расскажу какие варианты вот допустим если у вас три танка вы просто поджимаете начинаете давить если кто-то умирает то все ваша тактика уже будет обламываться вы должны проходить сюда но сразу скажу что это довольно таки скилловый пик и здесь не так уж и легко будет дальше вы проходите поджимаете здесь не будут отвлекаться на вас пока отвлекаются на вас здесь кто-то лупит сейф с той стороны после того как они отвлекаются на него или допустим добили меня они переключаются туда те должны бегать там по углам по стенкам выживать лишь бы лишь бы как можно дольше жить пока я снова бегу и как только я добежал я снова начинаю давить и жду пока ребята мои придут самое главное не умирать и вот так вот по кругу вы бесконечно должны поджимать именно там только так работает triple pick но если вы в этой теме сомневайтесь то я вам предложу более плотный более хороший вариант но там тоже придется попотеть и это ребята будет как вы видите сейчас такие бравлеры здесь есть это будет кольт это будет брок и еще один вариант можно взять baby baby может помочь с танками в дефе и конечно же может тоже люто атаковать так что давайте возьмем именно такой пик потому что я уверен что многие но когда вы встретите рандомную команду она будет просто бежать на размен и я думаю что в этом размене вы выиграете по-любому я думаю что стоит разделиться то есть кольт например идет сюда а брок сюда либо уже наоборот и baby там смотрите по ситуации где танки лучше в ту сторону двигайтесь на baby либо же опять можно поджать дальника но после того как они либо пойдут размен вы просто накидываете ну понятное дело в принципе не мне вас учить сейфу самое главное что этот пик он здесь может реально работать он работает и другой карте там где есть угол и конечно же много может быть вариантов много может быть ситуации но я думаю что этот пик он будет самым жестким если не уверенность своих дальниках то можете взять только брока например и потом допустим дэрила над дэрили накопить на ульту и уже залетать туда конечно же со второй старка если она у вас есть но я думаю принципе это все будет у нас все имеется потому что это же испытание здесь же дружески здесь самое главное иметь этого бравлера остальное уже не проблема так что ребят юзайте этот пик либо идите дальниками либо можете миксануть если у вас есть хороший кольт в тиме но нету брока возьмите кольта и пусть там допустим дэрил есть и вот отсюда можно люто накидать я вас уверяю этот бравлер тут может люто тащить как и брок брок просто перепрыгивать через стеночки и дальше уже газует но надеюсь мы с этим разобрались погнали еще в более жесткой теме осада ребята и это тоже новая сада оливковая ветвь это пипец это тоже пипец карта и я думаю что здесь опять же опять же много вариантов но либо играть нужно через раскрытие карты либо играть наоборот через держу но лично я застал эту карту когда пушил динамайка на косарь и мы там конечно много разных вариантов встречали но мы тащили на пике я думаю этот ролик вы видели если вы смотрели все мои ролики в общем у нас был пик фрэнк pm и конечно же дина но я думаю что дина не самый лучший вариант я бы здесь наверное подобрал что-то более жестко допустим допустим я бы взял смотрите по вариантам я бы взял самую надежную тактику самую простую допустим даже если тут вангую могут быть морти со я вас уверяю они здесь бывают потому что они идут против метателей но такая фигня случается и я думаю что здесь может быть много метателей а сейчас против нас метатели тоже есть за нас хороший вариант пенни и давайте я вам расскажу какие же варианты есть если вы пойдете на джинни кто бы против вас не был у вас всегда будет шанс оправдаться потому что здесь вы можете в любом случае затянуть и просто вытащить эту каточку потому что джин во-первых хилит ну а во вторых он может ломать эти стеночки которые здесь очень люто могут мешаться то есть по-любому кому-то приходится сидеть на стороне пока ты не можешь пройти плюс у джина есть три гаджета очень имбовых они его люто тоже спасают так что я вам предлагаю тут вариант смотрите по любому взять джина по флангу вы можете взять джеки который может с гаджетом забежать и начать поджимать плюс она хорошо и танкует и так далее по другой стороне еще можно взять либо сэнди либо пэнни либо пэм эти все варианты они хороши просто у каждого свои там сильные стороны у каждого слабые стороны допустим пэм она хорошо и атакует хорошо дефит но в каких-то прям мимолетных зарубах она может не затащить пэнни если поставить пушку будет лютый контроль но у нее там есть слабости по поводу дефа и немного тяжело дефать и так далее по метателям вы можете в принципе взять но если будет против вас хороший джин он вас будет вытягивать когда эта карта раскроется после одной затяжки все на метателе будет очень тяжело так что я вам предлагаю более надежный пик либо же вместо джеки вы можете взять биби и на скорости забегать за болтиком где болтик сразу туда летите но если болтик будет вот здесь на миду будьте аккуратны потому что они все трое могут пойти на мид и вас зафигачить так что думайте сами я думаю джин здесь по любому нужно в любом случае еще есть здесь вариант эмс это тоже хороший вариант как и на миду как и на фланге эмс можно взять вместо допустим допустим можно взять ее вместо той стороны где будет пэнни например можно взять биби эмс и джин это хорошая тема правда есть один нюанс что джину практически не под кого затягивать то есть если затянешь под биби она толкнет если затянешь под м что она близи не особо бьет но если все грамотно используют а вы на изи затачьте эти каточки так что я помню но против м катали очень тяжело было и конечно здесь может быть справа если хотите можете попробовать его но с хорошим джином справа но ничего не сделать просто одна затяжка и не будет справа так что ребят давайте эти пике и погнали вот к самый к самой лютой теме с которой блин и погнали ребят вот к самки лютой теме с которой реально пукан горит блин эта карта в бауни я просто в шоке с нее давайте я вам сейчас схему покажу вот она карта ребята но это не то паутина это более лайтово и вот земля на горизонте это тоже неплохая но мы будем катать в жару просто гляньте на эту дичи. Это просто пипец. И здесь дофига может быть вариантов. Но, в общем, ребята, берите сюда, не пожалеете Брока, Джина и Джеки. Потому что этот пик, он просто универсальный и супер лютый и имбовый. Я вас уверяю, но он тащит просто абсолютно везде. И его не просто так берут. Единственный нюанс, что я заметил, что топы стали чаще брать 4 ракеты, потому что так ты быстрее накапливаешь на ульту и раскрываешь карту. А после этого они сидят все вместе, если, конечно, там нет лютого сплэша или ульты. Но, в основном, Джеки сидит с Джином, постоянно хилится от его хилки. И после этого она забегает с гаджетом, кого-то сносит. А Брок, что должен делать Брок? Брок должен просто накопить на ульту как можно быстрее и раскрыть все эти углы. И я думаю, что пару хороших ульты закинуть и все, карта будет полностью раскрыта. А после этого Брок не будет давать хилиться, но я думаю, что стоило бы, конечно, давайте проверим. Ну, допустим, вот сейчас Брок тоже сам раскрывает. Стоило бы раскрыть вот эти сторонки, если тут кто-то сидит, прячется. И после этого накидывать, чтобы вас не поджимали. Но давайте проверим. Сейчас, если, конечно, дойдем. Да, не забывайте, что жизнь свою надо спасать с гаджетом. Не забывайте, что у Джина есть гаджет. Все эти персы, они люто тащат именно за счет того, что у них есть гаджет. И давайте проверим, куда отправляет нас этот трамплин. Но я думаю, кто бы там ни был, но я понял, он примерно вот отсюда. То есть, вот эту сторону опасайтесь. Вот сюда могут сходу прилететь. А так просто раскрывайте всю карту. И кто бы там ни был, вот я вас уверяю, этот пик он затащит. Джеки будет постоянно бегать с Джином. Джин вытягивает под себя. Джеки сразу встречает. Если какой-то опасный момент или метатель задолбал, Джеки может подрубить гаджет, забежать на него. Брок накидывает, как обычно, и сразу накапливает на ульту, раскрывает карту. И после этого будет вам счастье. Так что, но сама карта, это понятное дело, ребят, эти пики я вам рекомендую чисто под 15 побед. Что будет дальше на испытании, мы уже посмотрим, поиграя скримы и так далее. Но эти пики, они вам помогут затащить по-любому, как бы вы там хорошо, плохо не играли. Они по-любому надежно, они везде работают, потому что в основном в баунте все именно так и происходит. Карта раскрывается и потом уже не важно, какие там кусты, какие углы, все как работает. Потому что карта уже раскрыта и остается только попадать. Так что обязательно юзайте эти пики. А теперь перейдем к самому интересному. Всем красавам, которые досмотрели этот ролик до конца, я сейчас расскажу, что же будет взамен тех бигов, которые мы не получим. И это, ребята, очень интересный нюанс. Мы будем получать па-па-па-пам! Попробуйте угадать. Это старпойнты. Но объясню, в чем суть. Старпойнты тоже имеют небольшой предпосыл. Кто-то может их потратить, кто-то нет. А как же их потратить, спросите вы. Там же сезон, конечно, и так далее. Так вот, специально для этих испытаний в субботу будет добавлена покупка мегабоксов за старпойнты. И, по-моему, даже биги тоже будут. Не знаю, какое количество старпойнтов нам дадут. Не знаю, какое количество будет продаваться. Но продаваться оно будет по той же цене, как и обычно после конца сезона. Так вот, пройдя испытания, вы сможете за старпойнты купить себе биги или мегабоксы. Не знаю, сколько именно. Не знаю, сколько нам хватит и так далее. В зависимости от того, сколько мы пройдем. Но с этими пиками, я уверен, что мы зайдем далеко. Так что, ребята, будем чекать. Но самое интересное, это то, что мы теперь это сможем купить. Либо же у нас будет выбор это оставить и дальше копить звездные очки наши, чтобы потом купить какой-нибудь крутой скин. Например, лично я буду копить, потому что у меня аккаунт и так фоловой. Мне уже покупать нечего. Надеюсь, вам эта инфа была полезна. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Ребята, и обязательно закидывайте лайки. Я по-любому верю в вас. Но еще, конечно, закину свою роль, как мы это прошли. И потом уже пообщаемся с вами, как вы прошли, как у вас там были успехи. В общем, ребят, как-то так. Будем на этом прощаться. С вами была Мума. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok